Вот у нас проблема, течет потолок. Уже каждый год одно и то же, каждый год. Управляющая компания никаких мер не принимает. Я ходила позавчера, позавчера вот заливали все водой. Всю ночь я таскала воду, сегодня полвосьмого утра ко мне пришли соседи со второго этажа, потому что я их залила тоже. Хотя там потолки четыре с половиной метра. Позавчера начала течь, но вообще уже три года, три года вот такая вот петрушка. Здесь вот сначала протекало, мы сами сделали своими силами. Угол полностью отвалился до штукатурки. Вот сейчас этот угол начал течь. Управляющая компания никаких мер не принимает. Говорят, что денег нет на вас на счету, хотя мы за ОДН, это домовые нужды дома, платим по 400 рублей ежемесячное. Плюс мы платим за капитальный ремонт 1800 я плачу и текущий ремонт 800 рублей. У нас выходит квартплата за две квартиры, 7 тысяч я плачу. И вот живем в таких условиях. Я просила управляющую компанию составить акт о протечке крыши. Мне сказали, что придет инженер и составит акт, но никаких мер до сегодняшнего дня нет. Квартиры текут с 16-й квартиры по 24-й. Это весь этаж, третий этаж заливают. Как вот капитальный ремонт сделали 25 лет назад, все, больше ничего не делается. Я понимаю, что мы собственники, но как-то нужно же это регулировать. Деньги мы постоянно платим за квартплату. У меня, например, нет долгов. Мы с семьей живем здесь около трех лет. И каждый год, когда весна, либо когда идет сильный дождь, у нас начинает протекать крыша. Все течет к нам в комнату, появляется запах посторонний. Пытались сами ликвидировать проблему. Залазил на крышу, просмаливал стыки листов металлических, убираем снег сами. Но этого недостаточно, потому что крыша уже старая, все протекает, все уже проржавело, балки прогнивают. Боимся, что когда-то это все-таки обрушится на нас. Вызываем специалистов, которые натягивали нам натяжной потолок. Они все вскрывают. Либо через люство, если есть возможность. Либо снимают полотно. Мы платим за это деньги, чтобы нам все это слить. Потом сушится это все тепловой пушкой. Обои мы уже не переклеиваем, потому что на каждый год обоев не напасешься. Обои уже начинают черной плесенью покрываться. Под полотном, сейчас не видно, тоже образуются пятна от сырости. Как бы плесень появляется. У нас маленький ребенок, начинаются сопли. Мы как взрослые дышать становится неприятно и тяжело. Потому что это не просто вода на крыше собирается, как бы птичий помет. Это все смешивается, течет все к нам в квартиры. Это неприятно. Приходится в такие дни даже редко находиться в этой комнате, чтобы просто не дышать. Окна постоянно открыты должны быть, чтобы все проветривалось. Управляющая компания присылает человека, они там скинут снег. Да, 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 мы отремонтируем, вскорим времени. Вот, управляющая компания сменилась. Ссылаются друг на друга. Как бы деньги за ремонт мы платим. Все как положено, долгов у нас нет. Но ремонт-то так и не производилось. Даже каких-то просто, чтобы подлатали, как-то временно что-то устранили, никаких работ не производилось. Приходится самим выходить из ситуации. Приезжали, составляли акт. Ну, говорят, ну, вызывайте, пусть вам сливают. Как бы, ну, помощи никакой не оказывали. Вселились мы лет 10 назад, сделали вот ремонт. Было пупус более-менее. Потом, значит, у нас что-то вроде начало капать. Муж залез на крышу, что-то там заделал. Увидел вот это вот, приподнятое, что-то такое. Я не понимаю. Сделал, сам лазил. А крыша, видите, какая. Вот, тем более, у соседей тоже муж лазил. Это опасно очень. Ну, когда вот это случилось, пошла я в ЖКО. Правда, пришли, составили эту бумагу в прошлом году. Но бумага бесполезна. Как мне там сказали, мы ничего вам сделать не можем. Ваша крыша больше 5 миллионов стоит. Денег на вашем счету нет. Ничего нет. Я говорю, ну а как нам быть-то? Я понимаю, что мы собственники. Ну как нам вот в этой ситуации-то быть? Не знаем. Они у нас ищут эту ситуацию. Наша компания же разорилась. Теперь сейчас там какая-то другая у нас сидит. Мы его будем вас продавать. Все лето нас продавали. В августе, выходит, нас не продали. То есть мы опять к ним относимся. Ну, вроде как, более-менее хоть стали это. У подъезда снег чистить. Уборщицы стали приходить, подметать. Ну, путь, спасибо за это. Ну, а с крыши, она говорит, мы ничего вам помочь ничем не можем. Вот опять. Вот у соседки тоже в спальне. Мне на кровати, по-моему, постоянно этот тазик стоит. Приходили молодой человек и девушка. Мы говорим, что такое? Они говорят, вроде как, вот забыла. То ли администрация, то ли муниципальный наш вот этот округ. Решили, дом-то исторический. Решили сделать вот этот потолок. Может быть, от жалоб. Не знаем мы это. Это мы не предлагаем. Ну, мы обрадовались. Я говорю, а вы ремонт-то внутри нам будете делать? Они говорят, нет. Решили сделать только крышу и покрасить фасад. То есть в безобразном состоянии. Я говорю, ну, а не получится так. Как нам он, нога, и вот как показывали. Вы снимите нам крышу. Когда? И потом нас еще больше будет. Ну, это мы, говорит, не можем вам сказать ничего. Что за организация, честно говоря, я не буду врать. Приятный такой молодой человек и девушка вот были. Они все ходили, поднимались на крышу. Что-то там все замеряли, все что-то делали. В принципе, мы вроде как вот лично. Я как бы обрадовалась. Я говорю, а когда вы начнете это нам все делать? Ну, вопрос решается. Вроде должны какую-то схему с эту смету составить. Вроде как так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова